Со стороны вроде бы все красиво. Ой, такая она пыльненькая. А давайте, может, найдем плохую гитару? А у вас маракасов нет? Только она подыграла, да? Да. Все. Григорий, ну вам тоже. Это следующий тренажер в нашей программе. Да. Григорий, ну садитесь. Сейчас учебники вам выдадут. Григорий, а вы повыше взлететь не можете? Всем привет. Меня зовут Соня. И сегодня я вместе с нашей съемочной командой вновь отправляюсь исполнять детские мечты взрослых людей. Так, что же у нас будет сегодня? Перевоплощение из байкера в балерину? Или, ну, к примеру, из администратора в поварах? А я не знаю. Давайте сами сейчас все посмотрим. Друзья, всем привет. Сегодня я вас познакомлю с нашим новым героем. Он музыкант, и сейчас мы пойдем знакомиться. Безладовый, конечно, у тебя красивый. Здравствуйте. 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 Это вы хотите поучаствовать в нашем шоу? Конечно, это я. Меня зовут Соня. Григорий, очень приятно. Очень приятно. Зачем вы пришли в музыкальный магазин? Будем что-нибудь покупать? Мы пришли в музыкальный магазин, чтобы ознакомиться с новыми поступлениями. А часто вы это делаете? Достаточно часто. Ну, я как гитарист группы слежу. Ну, Павел делает это в меньшей степени, потому что он сам делает себе гитары. Он сравнивает в данный момент, как он делает и как делают производители, да, фабрики. На самом деле, я тоже люблю поглазеть. Я так понимаю, сегодня мы глазеть и будем. Вот эту берем? Ну, да, берем гитару, смотрим со стороны, вроде бы все красиво. Ой, такая она пыльненькая. Ну. Мне нравится. Да. А поиграть вы на ней можете? Ну, сейчас попробуем. Ну, здесь звукосниматели достаточно такие. Звонкие, хорошие. А давайте, может, найдем плохую гитару? Обычно с завода они приходят все ненастроенные. Говорит, что гитара плоха, сразу опрометчиво, да. Ну, вы, мне кажется, такой профи, а почему вы не работаете в музыкальном магазине? Я работаю в театре, а там не менее интересная работа, да. Ну, и в музыкальном магазине я бы поработал. А мы только гитары будем смотреть или там барабанные палочки? Нет, барабанщика у нас нет. Кстати говоря, мы сейчас играем под драм-машину, под планшет. А на укулеле вы не играете? Я вот увидела, я вот... А ты играешь, что у меня на укулеле? А покажешь мне, как ты играешь на укулеле? Я к такому не готова. Чувствую гитару. С гитарой все отлично. Ну, нужно ее отстроить. Так, ну, в общем, гитару мы посмотрели. Все вроде бы здесь сделали. Что у нас дальше по плану или все, рабочий день закончен? Дальше по плану у нас очень важная встреча, Соня, с нашим возможным новым участником группы. Мы встречаемся с ним в кафе и вначале поговорим. Я люблю с людьми вначале поразговаривать, понять, он чисто по духу подойдет. А вы заготовили какие-нибудь каверизные вопросы, нет? Думаю, да. Ну, я думаю, они появятся в процессе. Так, ну, в общем-то, мы приехали на собеседование. Да, переместились в кафе. Звучит серьезно, правда? Так солидно? Собеседование это слишком громко сказано. Это просто дружеский разговор. Да, никто в рубашке, в галстике не приходит. Нет, конечно, нет. Ну, и в косухах кожаных с рваными джинсами. Ну, не знаю. Какой же ролл-группы? Чего хотели-то? Нам важен все-таки человек. Пусть он, ну, он придет, и мы узнаем. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем вам задавать каверизные вопросы. Хорошо, я готов. Давайте вы начнете играть. Ты в группах играл когда-нибудь? Нет, ни разу. Ни разу не играл. Опыта нет. Ты говорил, что у тебя музыкальная семья, и ты с ней играешь вместе. И расскажи, кто на чем играет. Папа играет на гитаре, а сестра играет на синтезаторе. Ты играешь на аккордеоне? Да. Собираемся, да, поигрываем. Песни разных групп. А какая ваша любимая группа? Опа. Кино. Вам подходит такое? Ну, вы не панк, да? Нет. Ты же учишься, ты мне говорил. Да, в университете учусь на аккордеоне. На аккордеоне. Нам это очень подходит. Как вы двумя руками играете сразу? Навык. С опытом приходит. А сцены не боитесь? С этим маленькая проблема. Ну, ничего, все боятся вначале сцены, да, и все это приходит постепенно. Нам нужен человек, настроенный играть музыку долго, да? Не так, потому что мы уже прослушивали до тебя человека. Он пришел, он хороший парень, но серьезно не относился. Нам нужен надолго, который будет с нами надолго, на перспективу. Ну, знаете, мне кажется, все-таки так трудно решить, брать человека в коллектив или не брать. Ну, пока его не прослушали, не поняли, какой у него навык, сегодня поедем музыку играть? Ну, конечно. Вот сейчас прям возьмем и прослушаем Константина. А вы чего без этого? Без аккордеона? Я его оставляю у себя в университете. Ну, а у вас есть аккордеон? А у нас есть аккордеон. Ну ладно, тогда не страшно. Все? Все, едем на базу. Все, погнали. В ожидании тебя и сердца твоего Я по свету ходил, не замечая ничего А теперь ты со мной пропала Тоска и теперь не нужно быть В ожидании тебя В ожидании тебя В ожидании тебя Любовь моя Ну, ты там очень простые Пока мы ищем, да, с тебя просто сопровождение, да, как бы А может быть тогда Константин попробует сыграть? Конечно Или вы ему просто доверились Да, мы доверимся его чутью Потому что человек все-таки учится А у вас маракасов нет? Это бы нам подыграло, да? Ну, можно спросить, кстати Давайте надобуем маракасов Не вопрос Нашли такую вот интересную Ну да, не маракасы Все, играем Начинаем репетицию Ааа, давай заново Я гитару не включил Давай заново В ожидании тебя В ожидании тебя В ожидании тебя Любовь моя В ожидании тебя В ожидании тебя В ожидании тебя Любовь моя Рука устала так Блиц Понедельник самый тяжелый день? Нет, потому что понедельник обычно у музыканта выходной У него работа начинается пятница, суббота, воскресенье Самые жаркие дни, когда самые жаркие концерты А в понедельник ты просыпаешься в обед А какое самое сложное из этих трех? Наверное, с пятницы на субботу Потому что народ жарче всего отрывается в эти дни Хорошо, а что насчет стереотипов, касающихся вашей профессии? Есть такие? Стереотипы, да, знаю, что все музыканты употребляют много алкогольных напитков Средств каких-нибудь нехороших Я знаю, что вы ЗОЖ-группа Мы, да, практически ЗОЖ-группа А приметы есть? У вас в профессии Приметы в профессии? Бывает, да, допустим, если начинаются какие-нибудь неполадки на сцене И бывает, что одно за другим Вот как не пошло И вот все выступления, какие-нибудь случаются Какая-то чертовщинка Какими качествами должен обладать работник вашей профессии? Усидчивость, наверное Как, наверное, в любом деле нужно пахать И все? Только усидчивость? Ну, желание, да Желание большое Большое желание, да Ну и последний вопрос Кем вы хотели быть в детстве? В детстве я... Там было несколько профессий Вот одна из самых таких приходит на ум Это летчик Я был летчиком Ну вы похожи на летчика Я похож на летчика Вы первая девушка, Соня Которая мне говорит, что я похож на летчика Ну вам подошла фора Думайте В общем, завтра мы с вами встретимся И вы на один денечек станете летчиком Ура! Я счастлив А может быть там книжки какие-то нужно читать Не знаете? Я не знаю В общем, завтра тогда все посмотрим Проверим Все, все, до завтра Все, пока До завтра Григорий, мы находимся с вами в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации Именно с этого места начнется ваш рабочий день А это Анна, ваш куратор, наставник Очень приятно Выпускница этого колледжа и второй пилот Григорий, Анна Очень приятно Знакомьтесь Крепкая Рука пожать, Иванна Анна, вопрос к вам Что мы сегодня будем делать? Мы пройдемся по нашему колледжу Учебные корпуса посмотрим, посмотрим На тренажер полетаем, попробуем Вот это самое интересное, наверное, да? Себя, да, в роли второго пилота Попробуйте попилотировать сами Посмотрим наш аэродром, где стоит техника На которой мы непосредственно летаем и проходим практику Класс! Потрясающе просто Давайте, наверное, начнем, потому что уже с нетерпением хочется Конечно Аня, расскажите, где мы находимся и зачем мы вообще сюда пришли? На данный момент мы находимся в музее нашего училища Это прям душа нашего учебного заведения Здесь мы узнаем, с чего началась его история Как из военной авиации, самолетной Он стал гражданским учебным заведением, где готовят пилотов вертолета А у вас нет такого предмета, где вы прям конкретно изучаете историю этого дела? Мы изучаем историю России и историю авиации А вот эта вся форма, она подлинная? Да, это все настоящая форма Ну вот это, мне кажется, самое интересное Да, это такое Это комбинезон, который рассчитан для летчиков военной авиации И конкретно истребителей, потому что он компрессионный То есть во время полета на высоких скоростях Чтобы не было тока крови от конечностей То есть вот именно для этого нужен этот костюм У вас не такой, да? У вас обычный? Нет, у нас обычный костюм Но это было бы эффектно Очень даже Анна, сможете взлететь на вот таком механизме? Ну если его усовершенствовать, то конечно Григорий, ну вам тоже, это следующий тренажер в нашей программе Да, потрясающе А это видимо тренажер каких-то старых, для старых самолетов Ну это не тренажер, это прототип, да Да, еще бы крылья сюда и все Все и разогнай, да и полетим А ты ну придумал каких-то сложностей Симуляторы, тренажеры, вот А это тоже музей или? Один из учебных классов, где мы проходим теоретическую подготовку А, то есть тут вы и учитесь? Да Григорий, ну садитесь Все вы будете учить Сейчас учебники вам выдадут Тетрадка есть? Ручку есть? Нет, я все забыл Через три года встретимся Но если серьезно, мне кажется, тут учиться не переучиться, правда? Конечно, прежде чем приступать к практическим занятиям Даже на тренажере нужна очень серьезная теоретическая подготовка Которую мы осваиваем в течение двух лет и даже больше И вообще пилот это та профессия, на которой ты учишься всю жизнь Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться Я готов, а столовая есть? Конечно Ну, тут, в общем-то, понятно Заставлять вас учиться сегодня мы не будем Потому что это долго, сложно Анна подтвердит Приступаем к самой интересной части, наверное, да? Да Какая красота Ух ты! Место второго пилота Анна, получается, каждый из учеников приходит сюда и пробует свои силы на этом симуляторе, верно? Здесь мы проходим тренажерную подготовку перед выполнением реальных полетов на вертолете И прям вот стопроцентная идентичность? Ну, не стопроцентная, но в большинстве, да Мы отрабатываем именно действия экипажа Привыкаем к управлению Ну, вы до этого сказали, что там очень много действий Нужно все знать Шпаргалки есть? Нет Все запоминать? Только голова Нашему герою дадим шпаргалки? Ну, конечно Ну, все, тогда я предлагаю вам начать работу Я просто со стороны посмотрю, потому что пилота два, сиденья два, а я там на крыле где-нибудь Как правильно садиться? Берешься за кресло, переводишь ногу и держишься за приборную доску Все Вот, уже хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это потрясающе просто И знаете, мне кажется, что девушки, пилоты, это правильно, мне кажется Ну, девушки, они же нежные И они должны чувствовать Более чувствительные, как и все равно Да, да, да В целом, да Ну, это просто потрясающе Григорий, а вы повыше взлететь не можете? Можем, мы можем полет по кругу сделать Давайте повыше А то мы у земли что-то тусуемся и не летим никуда Ну, плавненько, плавненько начинает взлетать Потрясающе просто Ощущение просто настоящего полета Хоть я в этом кресле и не сидела Но уже налеталось Мне кажется, нужно тормозить наших летчиков Потому что улетим куда-нибудь еще и не вернемся Надо останавливать Ну что, вас с дебютом Спасибо Вам спасибо Тебя, пожалуйста Ну, а вас не укачивало? Потому что я вот отсюда смотрела Немножечко так из стороны в сторону штормит Маленько укачало Когда мы стали набирать скорость И я так неуютно себя почувствовал, честно скажу Ну, а потом ничего А я знаете, как думала, будет по очереди включаться все эти кнопочки? Ну, тренажер уже готов полностью был к полетам То есть обычно мы приходим, ничего не горит Мы сами запускаем полностью вертолет То есть выполняем все нужные процедуры Которые прописаны в рекламенте В контрольных картах и в листах контрольного осмотра Пройдя все этапы подготовки, запуска и прочее Мы уже начинаем выполнять полет Если бы вам дали вертолет, полетели бы? Обязательно полетел Но я бы потренировался очень много раз И оказывается, вертолет это очень нежная штука Вот Анна мне постоянно говорила Нежнее, нежнее, нерезко, плавно, плавно А расскажите, почему именно вы стали пилотом вертолета? Вообще была мечта с действа быть пилотом самолета Но потом уже непосредственно, когда я начала интересоваться авиацией И больше об этом узнавать То я поняла, что хочется попробовать себя именно в роли пилота вертолета Вертолет в управлении, в принципе, как техник Он гораздо тяжелее, чем самолет Самолет можно сесть только в аэропорту на взлетно-посадочную полосу Вертолет может сесть везде, где ему будет надо А учиться сложно? Не скажу, что легко Очень сложные предметы, профильные конкретно Касаемые именно вертолета Приходилось, да, и ночами сидели, учили и готовились Очень хороший и сильный преподавательский состав То есть мы выходим уже именно с большим багажом знаний То есть просто так не допустят до вертолета? Конечно нет, конечно За время учебы, за время практики какие вы можете минусы выделить в профессии? На самом деле для себя не вижу минусов Ну тогда плюсы Работа интересная, многогранная Каждый полет будет разный Это будет разный вертолет, каждый вертолет ведет себя по-разному Они индивидуальны абсолютно Со своими характерами, да? Ну а все-таки вы посоветуете тем, кто хочет попробовать себя в этой профессии идти и действовать? Хочу сказать, что чтобы учиться и летать на данной технике, нужно иметь характер То есть прям очень серьезный характер Работа сама по себе тяжелая То есть в нюням здесь не место? Вообще не место Григорий, а как вы себе представляли профессию пилота? То есть что в нее входит? Перевозить людей, грузы Я так думал Ну а что конкретно вам интересно? Грузовой или пассажирский? Самолет или вертолет? Ну мне все интересно на самом деле И самолет, и вертолет Григорий, ну а самое интересное еще впереди Рабочий день на этом не заканчивается Еще будет практика То есть сейчас это была такая теория Серьезно, ты меня не разыгрываешь? Мы полетим Да ладно? Серьезно Хочется сказать огромное спасибо, Аня Вы нас выручили, рассказали все прекрасно, было все понятно и интересно Спасибо вам большое Спасибо, Анна, большое Пожалуйста Пожалуйста Ну а мы отправляемся Сегодня второй день по исполнению вашей мечты Как видите, погода сильно изменилась В Сибири, возможно, все Вчера мы буквально были в пальто Без шарфов И сегодня вот так Но погода летная Поэтому сегодня мы полетим Ура! Я просто в восторге Вот такой сюрприз я, конечно, не ожидал Но выглядит это круто, мне кажется, внутри в самолете вообще Сейчас я вас познакомлю с нашим наставником Александром Он пилот Все расскажет, все покажет Не вертолет, конечно, не Боинг Но все равно круто, правда? Так, Григорий, это Александр, он пилот Очень приятно Сегодняшний ваш наставник, куратор, расскажет, надеюсь, все о профессии Во всех красках Александр, это Григорий, ваш сегодняшний подопечный, второй пилот Можете его учить всему, чему захотите Ну, а желательно летать Научите? Да-да-да-да А что это у вас в руках? Основа летания, здоровый сон и питание, как это говорится Вот, начнем именно с этих азов Это гарнитура для того, чтобы нам было комфортно и хорошо лететь Самолеты у нас маленькие и достаточно шумные Поэтому первая гарнитура – это для тебя Вот остальные мы Ну и, собственно, что? В полет А как вы сегодня готовились с утра к полету? Никак? Или как-нибудь специально, особенно? Почему же? Есть целая процедура подготовки, начиная с анализа погоды Сегодня летная? Сегодня летная погода достаточно прохладная, ну, я думаю, справимся Знаете, у вас голос, как у пилота, это уже… Почему как? А, точно! В общем, прямо как на настоящих огромных самолетах Ну что, полетим? Полетели? Ура! Мы уже сели в самолет, не успела оглянуться, как мы уже едем Григорий, а у вас ощущения-то как вообще? Вы готовы лететь? Всегда готов Ощущения просто фантастические Александра, вы дадите что-нибудь поделать нашему герою, чтобы не только вы вели, а еще и Григорий? А, нельзя Все, хорошо Мы оторвались от земли, все пока нормально Вау И слов больше нет, а профессии разговаривать, как если так красиво? Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего боюсь посадки Нет, ну это просто потрясающе Такая мягкая посадка Все, прилетели! Ура! Вот такой прекрасный рабочий день получился Это не просто прекрасный Это лучший день вообще в жизни, мне кажется Ну мы бы летали и летали еще, правда? Все должно заканчиваться Наш выпуск тоже подходит к концу По традиции, давайте сделаем селфи? Давайте Ой Александр, вам спасибо большое, что помогли На здоровье Прокатили нас над городом Григорий, вам спасибо, что написали, поучаствовали Соня, спасибо, что позвали Александру еще раз спасибо, что нас покатал Ну это просто потрясающе Это так легко на самом деле, летать И классно, и красиво, и столько эмоций Давайте подведем итог Мечта исполнена? Исполнена Настроение хорошее прибавилось? Ну я считаю, прибавилось Наша работа выполнена Что еще нужно для счастья? Помни, что изменить свою жизнь никогда не поздно Так почему бы не попробовать именно сейчас? Ведь только ты решаешь, кем быть Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok